Дорогие друзья, всех приветствую! Меня зовут Джулия, я астролог, ведущая аскез, занимаюсь всем, что связано с духовным ростом. Сегодня я хочу поговорить о смысле аскез, о том, как они изменили мою жизнь и жизнь многих людей. Я занимаюсь аскезами уже два года, и, естественно, есть та точка, когда ты начинаешь что-то пересматривать, смотреть, сколько тебе это приносит пользы, как изменилась твоя жизнь, как изменилось твое состояние, потому что, естественно, то, что не приносит каких-то результатов, этим заниматься не имеет смысла. И я, конечно, уже два года занимаюсь аскезами, веду их, у меня особый подход к аскезам, это именно планетарный аскез, это вид, который рекомендован нам древними мудрецами, восточными астрологами. И этот метод определенных практик — упай, голодание и пение мантр по определенным дням, которые направлены на то, чтобы корректировать положение в натальной карте. Ну, соответственно, можно объяснить более простым языком, например, если хочешь улучшений в личной жизни, бери аскезу Венеру, голодай по пятницам. Каждому дню недели соответствует своя планета, свои определенные практики, благодаря которым можно корректировать положение в натальной карте, соответственно, получать определенные результаты в жизни. Большинство людей знают аскезы, как, например, откажусь на 40 дней от сахара, откажусь на 40 дней от мяса, например, это тоже прекрасный вид аскезы, но у меня он более точечный, более четкий, и помимо просто отказа от определенных видов продуктов, я еще, конечно, добавляю духовные практики туда, и мы, соответственно, получаем наиболее лучший результат. Хочу поделиться с вами общими наблюдениями, результатами о том, как это работает. Хочу и с скептической точки зрения тоже рассмотреть этот вопрос. Несмотря на то, что являюсь ведущей аскез, все равно всегда немного скептик. Мой Сатурн любит до всего докопаться, мне всегда нужны какие-то тоже реальные результаты, реальные наблюдения, чтобы это был не просто воздух, не просто иллюзий, а то, что имеет отражение в реальном мире. Аскезы — это то, что меня максимально удивило, потому что на протяжении всех двух лет мы с вами уже неоднократно брали аскезы планетам. Началось все с аскезы Луне, то мы делали аскезы Сатурну, Венере, раз Луне, еще раз Венере, еще раз Сатурну, аскезу Солнца тоже брали. Ну и, конечно, все аскезы планетам, кроме Марса, мы с вами прошли не по одному разу, Марс у нас еще впереди, это отдельная, так сказать, вишенка на торте, мы еще к ней тоже вернемся. Давайте вообще с точки зрения философии порассуждаем, что такое аскеза, и для чего она вообще нужна нам в жизни, потому что мы с вами живем в век потребления, и наша человеческая природа, она такая, знаете, ребята, которая у нас внутри есть вот это неугомонные желания, которые всегда кого-то заставляют хотеть желать большего в этом мире. Ненасытность, век потребления, она главенствует над нашей духовной природой, потому что ненасытность, вот это вожделение, оно пронизывает очень многие наши выборы и действия. Зачастую из-за своей собственной ненасытности человек может чувствовать себя несчастливым по жизни, потому что мы иногда видим, что кто-то обладает большими богатствами, кто-то обладает большими интересными событиями, кто-то может позволить себе больше. Мы видим в Инстаграме очень много всяких конфеток, морковок, да, за которыми тоже хочется погнаться, и вот эта ненасытность — это именно то качество, которое заложено в человеческой природе, и именно это качество, оно истощает ресурсы нашей планеты, оно не дает быть нам счастливыми, потому что нам кажется, что вот как только у меня будет, допустим, какая-то вот эта вот машина, тогда я буду счастливым. Ты это получаешь и думаешь, так, ну вот хорошо, когда у меня будет вот это вот это платье, когда я буду путешествовать, тогда я буду счастливым, или когда я буду, или, например, когда я вступлю в отношения, тогда я буду счастливым, либо когда я куплю вот это вот это, тогда я буду счастливым, когда у меня будет столько-то подписчиков, я буду счастливым и так далее. Это качество ненасытности пронизывает все наше поведение, наши внутренние желания, И они бесконечны, потому что мы можем видеть абсолютно на примере, эти примеры всегда вокруг нас, что люди, они получают многое, и они всегда хотят большего. Нету дна у этой бочки, понимаете? Иногда на натальные карты обращаются люди, которые очень хорошо живут, в кошных условиях, которые много зарабатывают, и они тоже смотрят на соседский огород, в котором ещё богаче, в котором ещё интереснее, в котором ещё есть, и это понимаете? То есть я иногда смотрю и понимаю, что нету дна у этих потребностей, и это то качество, которым мы истощаем планетарные ресурсы, это качество пронизывает всё наше коллективное бессознательное. Мы не можем быть счастливыми просто так в моменте «здесь и сейчас», довольствуясь тем, что у нас есть, довольствуясь тем, что у каждого человека есть свои какие-то богатства, у кого-то есть родители, у кого-то есть хорошая работа, у кого-то есть любимое дело, у кого-то любимый муж и семья есть, у кого-то есть красивая внешность, например, у кого-то есть классная машина. И у каждого человека что-то своё, и всегда мы думаем, что нет, я недостаточно всё равно счастлив, мне что-то ещё надо. И аскеза — это то, что необходимо нашему человечеству для того, чтобы наконец-то немножко присытиться, немножко остановиться и сделать некоторое терпение, какое-то воздержание от комфорта, от этого вожделения, от этого качества ненасытности, которое не даёт быть нам счастливым и которое сподвигает нас желать чего-то большего. Постоянно чего-то хотеть, постоянно каких-то материальных богатств и так далее, и быть от этого зависимым. То есть понимаете, вот эта аскеза, которую мы делаем, это не просто отказ от еды, например, это не просто молчание, например. То есть это на самом деле глубокая внутренняя работа, которая меняет вот эти настройки ненасытности, подсознательные настройки вот этого бесконечного потребления. Аскеза — это то, что очень глубоко нужно нашему обществу для того, чтобы трансформироваться и исцелиться, и наконец-то научиться уже созидать то, что ты имеешь, наслаждаться тем, что ты имеешь, и перестать гнаться за тем, что тебя так никогда и не сделает счастливым. Вот. И, конечно же, мы с вами практикуем это в микропрактиках, когда мы отказываемся от еды. То есть наша аскеза в изобилии происходит, то есть когда ты можешь позволить себе, допустим, покушать, заказать себе вкусную еду и приготовить её, но ты этот день проводишь на голоде. Хотя ты можешь позволить себе кушать, ты можешь удовлетворить это желание, но ты воздерживаешься на определённое время от того, чтобы это удовлетворить. Ты воздерживаешься, то есть ты воспитываешь, накапливаешь этот тапос, накапливаешь духовную энергию и растёшь именно духовно в этом плане. С точки зрения, конечно, процессов мироздания, понятное дело, что это всего лишь небольшая практика для тебя, но она меняет тебя, а мы все с вами взаимосвязаны. И когда один человек практикует аскезу, меняется всё коллективное, бессознательное, меняется всё общество, то есть это изменения, которые влияют на всё мироздание. Когда ты отказываешься, берёшь Мауну, да, и один час сидишь неподвижно, когда мы все такие в делах, нам сложно сидеть неподвижно, нам сложно не разговаривать. Когда ты берёшь эту аскезу, ты тоже ставишь своё духовное выше материальных проявлений, ты берёшь эту аскезу, тоже накапливаешь тапос. И то есть вот это микроизменения, они производят макроизменения на весь мир. Когда ты немножко проявил воздержание в отказе от пищи, и затем уже в жизни это влияет так, что ты отказываешься от того, от ненужных вещей, от того, чтобы гнаться за какими-то этими удовольствиями, ты эту ненасытность начинаешь в себе побеждать. Этими маленькими шажками эту ненасытность, эту привязанность к материальным удовольствиям ты начинаешь побеждать. То есть здесь идея у меня глобальная в том плане, что мы с вами не можем насытиться этим миром, не можем присытиться едой, нам нужно ещё вкуснее, интересные, изящные блюда, нам нужно ещё больше впечатлений, мы хотим ещё более яркие отношения, потому что настоящие нас уже, например, не устраивают, да, они, например, потеряли яркость какой-то краски. Нам хочется ещё круче автомобиль, нам хочется ещё больше внимания, ещё больше подписчиков, хочется ещё лучше выглядеть, поэтому там все делают себе какие-то операции. Это ненасытность, и люди, когда это получают, они всё равно сидят и не получают этого счастья и удовлетворения, потому что им всегда, они потом видят новую морковку, за которую нужно бежать. Когда ты научился практике аскезы, ты научился, то есть когда вся планета научится практике аскезы, когда вся планета научится, победит эту ненасытность, победит эту гонку, и мы, наконец-то, научимся беречь то, что мы уже имеем, беречь планету, которую мы уже имеем, нам уже додан этот невероятный мир, и нам осталось только научиться его созидать, а не истощать этой своей ненасытностью. И то есть, ну вот идея аскез у меня такая, немножко надролго, конечно, растянулась. В общем-то, давайте теперь мы уже посмотрим в конкретных примерах, как аскеза повлияла на моё энергетическое состояние, на состояние людей, которые прошли аскезы. За два года это уже сотни, сотни и сотни человек у меня прошли. Пока что, конечно, не могу похвалиться тысячами, но сотням и сотням я уже помогла. Первый раз, конечно, планетарную аскезу я взяла сама для себя, это было 16 понедельников Луне, это было как раз взято неосознанно в момент транзита Сатурна. Я тогда интересовалась астрологией, но ещё не изучала транзит именно, это было два года назад. У меня как раз был возврат Сатурна, очень тяжёлый период жизни, самый, наверное, тяжёлый период жизни, и именно в этот момент я как раз взяла свою первую аскезу и позвала с собой ещё людей. Мне как раз тогда залетел ТикТок, у меня было такое первое внимание, я пригласила людей для того, чтобы, ребята, если кто-то хочет вместе со мной попрактиковать 16 понедельников Луне, присоединяйтесь, мы с вами более-менее, вот какие-то у меня уже были инструкции, которые я добыла для себя, вот эти виды упай, которые я добыла для себя, как правильно аскезу брать, я уже поняла, какие-то мантры читать и так далее. Тогда мы не проводили прямые эфиры, мы не читали мантры, мы просто голодали. Вот, это была, наверное, моя самая суровая аскеза, она была самой сложной и тяжёлой, и именно кармически тогда, прям каждый понедельник у меня было какое-то испытание, из которого я вышла и поняла, что аскеза работает, потому что в этот тяжёлый период жизни аскеза мне очень сильно помогла. Потому что, несмотря на все те события, которые происходили в моей жизни, именно аскеза Луне помогла мне держать в порядке моё внутреннее состояние. Внутри, в душе, моя Луна, она была спокойна. Несмотря на то, что я там потеряла очень близкого человека, у меня, ну, прям, потеряла свой прежний бизнес, в общем-то, очень многое было трансформаций, внутри у меня был покой. Я ещё смотрела и думала, господи, сколько всего происходит, а внутри я чувствовала спокойствие, я чувствовала силы, которые мне даёт эта аскеза, даёт Бог, конечно же, давал Бог для того, чтобы с этим справиться. Результаты аскезы тоже были. Плоды аскезы я всегда рассматриваю как побочный эффект. Да, я вам там рассказываю, что у нас денежная аскеза Меркурию, да, у нас аскеза Венере, встрет свою любовь, но плоды, которые мы получаем, конечно же, они нужны для привлечения где-то аудитории. Но, тем не менее, я на каждой аскезе говорю, что, ребята, плоды аскезы — это побочный эффект, потому что, если вы придёте на аскезу Меркурию, мы там с вами учимся чистить свой канал Вишутха, мы очищаем планету Меркурий от атомастичной энергии, мы держим Мауну, у нас отказ от общения, мы практикуем медитации, учимся медитировать, учимся работать внутренним диалогом. То есть там не будет, да, там тоже есть, конечно, тоже денежная медитация, но я там не буду учить его зарабатывать, а мы там работаем именно с Вишутха чакрой, с Меркурианской энергией. И, соответственно, поэтому мы и получаем плоды аскезы как побочный эффект. В основном центральный плод, так сказать, аскезы в том, что, во-первых, у вас происходит духовная работа, вы накапливаете тапос, у вас происходит более стабильное, например, внутреннее состояние, и это самый главный результат. Там на аскезе Венере, например, мы учимся раскрывать свои женские состояния, смотрим, какие воплощения прошлых жизней были в женском теле, из-за чего мы сюда принесли какие-то определённые блоки. То есть получается, что у нас нету там, знаете, какого-то коуча на аскезах, то есть у нас в большинстве случаев аскезы это духовная работа. На своём Ютубе я ввожу новое правило, которое 100% вам понравится, это подарочки за комментарии на Ютубе, чтобы смотивировать вашу активность. Поэтому пишите в комментариях, какую сферу жизни вы хотели бы прокачать, выберу одного победителя, подберу ему индивидуальную аскезу и подарю ему в подарок. Если вам нужна аскеза 16 понедельников в Луне, то пишите, хочу прокачать личную жизнь, хочу выйти замуж. Если вы хотите прокачать сферу карьеры, то пишите, да, я хочу карьерного роста, и тогда вам подойдёт, конечно, аскеза Сатурна. Выберу одного счастливчика в течение двух недель после выхода этого видео и подарю ему подходящий аскез. В общем, я прошла уже около 10 циклов аскез, иногда это там 10 воскресений для солнца, некоторые аскезы, они затягиваются надолго, естественно, не могут занимать несколько месяцев. Конечно же, заметила невероятное изменение во внутреннем состоянии, потому что меняется, как ты себя внутри чувствуешь. Потому что до того, как я пришла в аскезы, ну и более углублённо я сюда тоже принесу и астрологию, до того, как я пришла в эту тему, у меня, ну как бы я, как бы человек без компаса. Непонятно, куда идти, что делать, куча проблем, куча нерешённых каких-то задач, но после того, как я начала практиковать аскезы, я почувствовала, что у меня начала копиться какая-то внутренняя энергия, которая делает меня более уверенной в себе, более сильной, более энергичной, была вся внутренняя стержень, появилась сила воли, то есть я обрела некоторую целостность. Потому что, когда ты корректируешь и гармонизируешь каждую планету, твоя натальная карта, она становится более проработанной, более целостной. То есть ты становишься более целостным человеком, у тебя есть точные ориентиры, чего ты хочешь от жизни, куда идти, как зарабатывать деньги, чего ты хочешь в отношениях. Появляется энергетическая экстрасенсорика, то есть ты уже появляется что-то на уровне с яснознанием, когда твоя энергетика развивается, то есть ты начинаешь уже энергетически чувствовать предстоящие события, людей, куда тебе нужно, то есть у тебя появляется интуиция, которая начинает тебя по жизни вести. То есть это вообще плод, наверное, всех аскез, жизнь полностью изменилась. Конечно же, это духовная работа, когда именно происходит духовная трансформация, духовное преображение, и дух, он становится выше материи. То есть, естественно, с практикой аскез я стала больше времени уделять именно духовному росту, пению мантр, и как бы материя, она начала складываться сама собой. Когда ты уделяешь время именно духовному росту, материя как будто бы сама начинает подстраиваться. Это очень интересно, да, потому что, как я уже говорила, что материальное — это отражение духовного. Если у тебя на тотком плане проблемы, на духовном плане проблемы, естественно, то же самое отражение будет и в материальном. Если уже говорить о более земных, материальных результатах аскеза, то они, конечно, тоже есть. Например, на аскезе Венеры всегда чувствуется повышенное внимание с мужской стороны. Подарки, которые дарили на аскезе Солнцу, это трансформация отношений с отцом, интимность в обществе, естественно, где-то увеличение числа подписчиков. Как же это может проявляться как карьерный рост? Аскеза Сатурну дает результаты тоже в карьерном росте, в деньгах, в работе, в собственной ответственности. Ну, вообще, Сатурн это планета, которая отвечает за карму, естественно, происходит сжигание негативной кармы. Аскеза Луне всегда про трансформацию отношений с родителями, с матерью в особенности, отношений с детьми, и, конечно, можно привлечь в жизнь свою вторую половинку. Аскеза называется тоже аскезой как бы на замужестве. На аскезе Юпитеру случилась первая поездка за границу. Вероятное приключение, поликийская тропия в Турции, как раз о ней я недавно рассказывала в Телеграме. На аскезе Юпитеру также случилось духовное пробуждение, какая-то невероятная трансформация, после которой преобразилась тоже именно духовная жизнь. Я могла окончательно отказаться от еды животного происхождения, то есть я отказалась от яиц, я отказалась от рыбы, окончательно не могла это сделать долгое время. И уже 5 месяцев я вообще не притрагиваюсь ни к рыбе, ни к яйцам, хотя раньше я не мыслила свою жизнь без этой еды. Мясо я уже не ем 5 лет, уже шестой пошел. Аскеза Меркурию всегда дает результат в деньгах, в общении, в хобби, в каких-то новых увлечениях. Это всегда невероятный интерес к жизни, это всегда куча жизненной энергии. Аскеза пробуждает внутреннего ребенка, потому что вот сейчас как раз у нас идет аскеза Меркурию. Я чувствую, что я просто не успеваю жить, мне мало суток в дне, у меня столько трансформаций, у меня мой творческий ремонт происходит, была закупать винтаж на Авито, у меня столько новых интересов открылась, интерес к коллекционированию открылся, каким-то вот этим старым вещам, и это тоже результат аскеза. Участники, которые проходят аскезы вместе со мной в тестах вопросов, тоже описывают свои невероятные изменения в жизни, которые с ними происходят. У кого-то это переезд, кто-то нашел свою вторую половинку, кто-то вышел замуж, приехал в интересное путешествие, получил подарки. В общем-то, результаты, они всегда в лицо. Так села, посмотрела на результаты аскез, на то, как это реально просто волшебство, которое влияет на твою жизнь. Когда прошло уже два года, вот уже идет третий год, как я занимаюсь аскезами, я проанализировала все результаты, все изменения и поняла, что это невероятный инструмент для человека, который иногда не знает, что ему с жизнью делать. Когда ему нужен какой-то ветер в спину, рука помощи, когда вот он хочет, во-первых, и в духовном росте преобразиться, и, во-вторых, и получить изменения, реальные изменения в жизни. Проанализировала все плоды аскез, какие изменения в жизни происходят. Ребята, это волшебство, это чудо, аскезы работают. То есть, насколько преображается жизнь, насколько преображается мир. В принципе, два года они пролетели быстро, но то состояние внутреннее, то, что я получаю от этой практики, духовный рост, который я получаю, где-то нужна дисциплина, где-то нужно терпение, но когда ты над этим растешь и превозмогаешь самого себя, получая определенные результаты, ты получаешь новую версию себя, более счастливого, того себя, к которому ты стремишься, того себя, которого ты видишь в лучшем виде варианте. Я пришла в свою первую аскезу, у меня было абсолютно разбитое состояние, мне некогда было жить, у меня было любимого дела, потому что мое прошлое любимое дело, живопись, оно, так сказать, подошло к концу, я понимала, что мне нужно идти во что-то новое. Это был транзит Сатурна, который просто пережевывал меня. Я не была работы, я была абсолютно без денег, у меня не было личной жизни никакой. Раздавленное внутреннее состояние, когда ты не знаешь, что делать, куда тебе двигаться. У меня были какие-то негативные и вредные привычки, никакой внутренней опоры и целостности. И сейчас я вижу реальные изменения, потому что жизнь полностью изменилась. У меня есть внутренние опоры, я хочу, есть сила воли, есть терпение, есть сила чего-то достигать, добиваться, есть любовь, невероятная любовь к этому миру. Раскрытие сердца, понимание божественной природы, вот это возвышенное состояние, энергетическая сила, то есть чистота внутренняя. Я отказалась от всех вредных привычек, я занимаюсь спортом, у меня есть любимое дело, которое приносит мне доход. И другие, другие бесконечные преображения в жизни, которые я буду перечислять еще очень долго. Если есть сомнения, заниматься аскезами или нет, обязательно занимайтесь. Есть куча информации в интернете о том, как правильно делать аскезы планетам. То есть если вы хотите проходить аскезы самостоятельно, вы точно найдете всю информацию в интернете. Если у вас есть желание уже пойти в аскезу под руководством, то присоединяйтесь к той аскезе, которая проходит у нас в настоящий момент, либо пишите мне в личные сообщения, чтобы я проконсультировал, какую аскезу вам лучше подобрать по той проблематике, которая есть у вас в жизни. Либо можете пройти любую аскезу на автокурсе, ссылка будет, наверное, в описании к этому видео. Если у вас уже есть опыт аскезы, определенные результаты, пишите в комментариях, какую аскезу вы проходили, как она на вас повлияла. Может быть, вы отказывались от сахара, может быть, вы отказывались от мяса. Какие у вас были трансформации, изменения, пишите в комментариях. Будет очень интересно почитать результаты людей, как аскеза влияет. Не будьте жадными на свой опыт. Вспомните, какую практику именно вы делали и как это повлияло на вашу жизнь. Всех люблю, целую. Увидимся с вами в следующих видео.